В данном ролике мы рассмотрим схемы подключения, а также процесс использования Wi-Fi-реле-выключателя Denkers. Перечислим основные характеристики реле. Данное реле может управлять, включать и выключать две зоны освещения, либо два светильника. Мощность каждой из зон до 1150 Вт для ламп накаливания и галогенных ламп. Для светодиодных ламп мощность каждой зоны до 150 Вт. Для управления реле необходимо наличие сети Wi-Fi с частотой 2,4 ГГц в месте его установки. Реле предоставляет возможность управлять освещением при помощи мобильного устройства через приложение TuaSmart, а также при помощи голосовых помощников, к примеру, Яндекс.Алиса. Управление светом не ограничивается простым управлением по команде пользователя. Приложение TuaSmart позволяет управлять освещением в автоматическом режиме, в зависимости от дня недели, времени суток, погоды, местоположения пользователя и не только. Также использование реле позволяет задействовать обычные светильники в световых сценах вашего интерьера совместно с трековой системой Denkers Smart. Реле имеет два способа подключения – по основной и дополнительной схеме. В данном ролике рассмотрим каждую схему. Начнем с основной схемы подключения. Для подключения реле по основной схеме должны быть соблюдены несколько условий. Первое. В подрозетник, куда будут установлены реле, должны приходить оба электрических провода. Фаза и ноль. Второе. Корпус механизма выключателя и реле должны помещаться в подрозетник. Рекомендуемая глубина подрозетника – 60 мм. Чем большей глубиной будет обладать подрозетник, тем больше места останется для укладки проводки. И, следовательно, тем удобнее будет монтировать реле. К примеру, при использовании 45-мм подрозетника и выключателя LeGrant серии Valena, свободного пространства между корпусом выключателя и корпусом реле остается около 3 мм. При использовании более глубоких подрозетников это расстояние будет увеличиваться, а удобство подключения и монтажа реле соответственно будет возрастать. Приведенная схема подключения является основной, поскольку позволяет в полной мере использовать все функции реле, а именно управлять освещением при помощи настенного выключателя, приложения и голосового помощника. При этом все перечисленные способы управления являются равноценными. Это означает, что вы, к примеру, можете включить свет при помощи выключателя, а выключить его при помощи приложения или голосовой командой. При условии наличия в подрозетнике нулевого провода и если размеры подрозетника позволяют разместить в нем реле, мы рекомендуем использовать именно основную схему подключения. Рассмотрим схему подключения подробнее. Провод фаза, обозначенный коричневым цветом, подключается к реле в клемму L, а также приходит в двухклавишный выключатель. В зависимости от положения клавиш выключатель подает либо отключает напряжение на двух проводах-фазах, выходящих из него. На схеме они обозначены светло-коричневым цветом. Эти провода подключаются в клеммы реле с обозначением S1 и S2. Именно благодаря ним выключатель получает возможность управлять режимами работы реле. Нулевой провод, обозначенный голубым цветом, подключается к реле в клемму N. Этот же провод на нашей схеме уходит к светильникам, хотя это и не обязательно, при условии, что к светильникам все же будет подключен нулевой провод, подведенный откуда-либо еще. Таким образом, основная задача нулевого провода в данной схеме обеспечить в паре с фазой работу реле. Два оранжевых провода выходят из клемм L1 и L2. Они запитывают две группы светильников. Подавая или отключая питание на этих проводах, реле управляет освещением. После того, как наша схема собрана, необходимо проверить, верно ли мы все подключили. Для этого попробуем включать и выключать свет при помощи подключенного к реле выключателя. Приступим к добавлению реле в приложение Tue Smart. Сперва убедитесь, что ваш телефон подключен к сети Wi-Fi, в зоне покрытия которой будет располагаться реле. Напоминаю, что роутер должен работать на частоте 2,4 ГГц. Когда реле находится в режиме подключения, на его корпусе быстро мерцает синий светодиод. Если этого не происходит, необходимо включить и выключить свет при помощи одного из выключателей, подключенного к реле, 6 раз. На шестое включение реле перейдет в режим подключения. Также можно перевести реле в режим подключения, нажав и удерживая кнопку на корпусе реле. Удерживать кнопку необходимо в течение 10 секунд. Чтобы нажать кнопку, потребуется канцелярская скрепка. Стоит учесть, что реле будет находиться в режиме подключения в течение 2 минут. Если за это время вы не успели подключить его к приложению, снова потребуется перевести его в режим подключения. Теперь, когда мы добились мерцания светодиода, нам необходимо перейти в приложение Tue Smart и выбрать «Добавить устройство». В левом меню выбираем раздел «Освещение» и теперь справа выбираем «Источник света Wi-Fi». Если вы подключены к сети Wi-Fi, данные в следующем меню будут заполнены автоматически. Программа просит нас убедиться в том, что индикатор на реле мерцает быстро. Что мы уже сделали? Ставим галочку и нажимаем «Вперед». Теперь осталось дождаться завершения процесса подключения. Видим, что реле успешно добавлено в приложение. Теперь мы можем проверить управление. Как было сказано ранее, данная схема позволяет нам управлять освещением как при помощи выключателя, так и через приложение. Проверим, как это работает. Стоит отметить, что наш виртуальный выключатель в приложении отображает реальное состояние светильника, в том числе, когда мы включаем и выключаем свет выключателем. Таким образом, мы можем узнать состояние выключателя, даже находясь вне дома. Это удобно, например, чтобы проверить, не забыли ли мы выключить свет уходя. Если изменился пароль сети Wi-Fi, либо мы поменяли роутер, потребуется подключить реле к новой сети. Для этого нам необходимо выполнить действия, аналогичные тем, что мы уже делали, переводя реле в режим подключения к приложению. Теперь рассмотрим дополнительную схему подключения. Дополнительная схема позволяет использовать реле в том случае, когда нет возможности для его подключения по основной схеме. Это может потребоваться, если в подрозетнике отсутствует нулевой провод, то есть имеется только фаза. А также, если в установленный подрозетник не получается установить реле, из-за его малой глубины. Для того, чтобы подключить реле по дополнительной схеме, необходимо найти место, подходящее для его размещения, в котором бы имелись нулевой провод и фазы, идущие к подключаемому светильнику. Как правило, реле при таком подключении размещается в корпусе светильника, которым предполагается управлять. Подключение по дополнительной схеме осуществляется следующим образом. Провод фазы, обозначенный коричневым цветом, идет в разрыв через выключатель, после чего подключается в клемму реле с обозначением L. Нулевой провод, обозначенный голубым цветом, подключается к светильникам, минуя подрозетник, а также приходит в клемму реле с обозначением N. Провода фазы, питающие группы светильников, обозначены коричневым цветом. Они соединяют две группы освещения с клеммами L1 и L2. Действия, которые необходимо выполнить для добавления реле в приложение, полностью идентичны тем, что мы уже рассматривали в первой половине ролика. Отличие же заключается в способе перевода реле в режим подключения. Ранее мы переводили реле в режим подключения при помощи выключателя, подключенного к клемме S1. Однако в данной схеме клемма S1 у нас пуста, а выключатель разрывает фазу, питающую реле. Важно знать, что реле Denkers можно перевести в режим подключения, выключив и включив его шесть раз подряд. Также важно, что при этом паузы между включением и выключением должны быть более длинными. Выключать реле нужно не раньше, чем загорится индикатор на его корпусе или подключенный к нему светильник. Итак, для перевода реле в режим подключения мы включаем и выключаем его шесть раз подряд. На шестое включение реле перейдет в режим подключения, о чем будет свидетельствовать быстрое мерцание светодиода на его корпусе. Или же нажимаем кнопку на корпусе реле при помощи скрепки и удерживаем в течение 10 секунд. Рассмотрим особенности использования и управления реле при дополнительной схеме подключения. Для подключения реле по данной схеме достаточно лишь одноклавишного выключателя. При этом выключатель будет включать реле, а реле соответственно будет включать светильники согласно последней настройке, заданной ему через приложение или голосовой помощник. Также остается возможность одновременно включать и выключать обе группы освещения при помощи одноклавишного выключателя, однако с некоторыми ограничениями. Как видно на схеме, питание реле при таком подключении зависимо от положения выключателя. Это означает, что если выключатель будет находиться в положении «выключено», реле будет обесточено, и возможность управлять светом через приложение либо голосовой помощник соответственно пропадет, пока выключатель вновь не будет включен. При включении света выключателем реле включить свет не моментально, а с задержкой в полторы секунды. Таким образом, если наравне с приложением вы планируете пользоваться обычным выключателем, мы не рекомендуем использовать дополнительную схему подключения в помещениях, где свет должен включаться с минимальной задержкой, к примеру, в коридоре либо санузле. Управление приложением и голосом станет доступно через 10 секунд после включения реле выключателем. Именно это время требуется реле, чтобы перейти в рабочий режим. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова